Для чего Чебоксарские улицы разделят на типовые и исторические? Через какое время после начала снегопада коммунальные службы должны выйти на уборку? Кто ответственный за сбивание сосулек? Эти и другие моменты пропишут в новых правилах благоустройства города Чебоксара. Сегодня документ обсудили на публичных слушаниях. Безнадежно устарели, так отвечают представители городской администрации на вопрос, чем плохи нынешние правила благоустройства столицы Чувашии. Одно из самых заметных изменений касается размещения наружной рекламы. В новом документе Чебоксарские улицы делятся на типовые и исторические, со зданиями 1956 года строительства и старше. В зависимости от этого там разрешат, либо запретят тот или иной вид рекламных конструкций. Что касается озеленения, отныне, прежде чем начать строительство, реконструкцию или капитальный ремонт, специалисты будут составлять так называемый дендроплан. Дендропланы – это топографический план, отображающий размещение деревьев и кустарников, что позволит способствовать рациональному размещению проектированных объектов с целью максимального сохранения здоровых и декоративных растений. В те сферы жизни города, где не требуется серьезных изменений, внесли уточнение. При ночном стихной оплате уборка тротуаров производится до 7 часов утра. При возникновении гололеда противогололедными материалами обрабатываются в первую очередь лестницы и тротуары. Особый раздел – парковки. Жители пожаловались, что после введения платы на парковке у железнодорожного вокзала соседние дворы заставлены машинами. Мы столкнулись второго часа с такой проблемой, что скорая не смогла подъехать к подъезду. Машины стоят навалом. Особенно страдают эти дома, когда поезд приезжает и провожаем поезд. Есть такие требования, что не допускается стоянка машин на вне отведенных для этих целей местах, то есть на тротуарах, на газонах. Это, конечно, в правилах прописано. Но единственное, то, что мы хотели внести изменения в закон Чувашской республики об административных правонарушениях, которые давало бы нам, то есть работникам администрации, привлекать к ответственности этих нарушителей, вот такой пункт пока не включили. Участь в вопросах и предложения предстоит чебоксарским депутатам. Именно они будут окончательно утверждать новые правила. Я думаю, что мы плодотворно поработаем и еще видоизменим немножко эти правила. Потом, конечно же, еще нужно, чтобы правила благоустройства прошли в фильтр прокурорский, то есть провели через прокуратуру, и только потом мы уже утвердим. Ольга Пырышкина, Расиль Мухаммедов, Республика. Расиль Мухаммедов, Республика.